В одной церкви только что заключилось воскресенье, воскресное собрание. Пастык говорил на тему «Вера без дел мертва». В конце благослужения вся молодежь исполняла псалом. Все в этом мире Богу славу поет с утра до темноты. Ромашки, капельки, натрава, деревья, нежные цветы. И я хочу тебя прославить, о мой Господь, вроде атакма. Но вижу я, как все прекрасно, великолепно ты создал. С леса, поля, долины, горы, мучины, волны, ширь морей. Создав ты все единым словом, великой силою своей. Какое прекрасное служение. Жаль, что я так далеко живу и так редко могу бывать в церкви. Однако с победой я совсем не рассчитала. Что-то становится холодно, да и дождь начинается. Надо поторопиться домой, а то совсем промокну. Что там долго автобуса нет. Ох, братья, Соньку, кроми. Сиветь, сестричка, как дела? Да ничего, просто замерзла и чуть промокла. Ну, сестра, ты просто не доверяешь Богу. Помнишь 22-й псалома? Что там написано? Я ни в чем не буду нуждаться. Веришь этому? А ты верь. А ты верь, Господь. Помни, Господь, пастор, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пожитиях. Ну, вот и доверила себя Богу. Бог поможет. Прощай, сестричка. Синя, в чем не буду нуждаться. Как холодно. Сейчас ты чаю, врачего выпить. Или чем-нибудь перекусить. Может, я бы и сожрелась. Ой, кажется, наши сестры идут. Сиветь, сестра, как дела? Ничего, просто автобуса давно нет. Я так замерзла и чуть проголодалась. Ой, не хочешь ли ты сказать, что ты в чем нуждается, сестра? Мне бы чем не перекусить. А как ты тогда понимаешь, что сам Господь покоит тебя на злачных пожитиях и водит к водам тихо? Ты веришь в Библии? Верю. Правильно, правильно делаешь. Пока. Бог позаботится о тебе. Бедная, промокшая, уязвящая девушка решила идти домой пучком. Путь был через лес. Хоть ты кто-нибудь на пути встретился. Я обычно сама не хожу через лес вечером. А тут даже и попутчиков нет. Как не мощно. А нет, кажется, кто-то идет. Это же братья из нашей церкви. Попрошу их провести меня домой. Привет, свои братья. Вы куда? Через лес? Да не, мы в другую сторону. Да не, мы в другую сторону. А мне через лес. Я думала, меня кто-то проведет. Да ты что, боишься что ли? Помнишь сегодня на собрании 22-й псалом? Разбирали. Если пойду из долины смертной тени, не убоюсь зла, ибо ты со мною, твой жезл и твой посох не успокаивают меня. Веришь этому? Верю. Ну вот, хорошо. А что, все в порядке. Иди с миром, ничего не бойся. Прощай, сестра. Подождите, а как же я? Пришлось бедной девушке идти домой через лес. Добравшись домой, она, напившись чаю, хорошо поужинала, наконец согрелась. Как всегда, перед сном открыла битву. Сегодня в церкви фастер предложил нам прочитать послание Якова 2 главу с 14-го. по 26-й стих. Что там? Откроем. Что польза братьям у них? Если кто говорит, что имеет веру, а дел не имеет, может ли эта вера спасти его? Если брат или страна не имеет ни много пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь. Он не даст им потребного для тела, что пользует. Так и вера, если не имеет тела мертва сама по себе. Ибо так тело без духа мертво, так и вера без тела мертва. Аминь. Мерец. Для кого vernол, TCM, Слoo. Субтитры способствую. Для меня за недостатки. Я иегист提供. Пешки!